Очередной личный прием граждан провел в Рио губернатора края. Частично он был организован в онлайн-режиме. «Мы максимально поддерживаем инициативы, направленные на повышение качества жизни в Хабаровском крае. У многих людей есть внятные предложения, которые даже не требуют особых проблем. В этом тоже надо помогать. Не все сразу, но вместе с министрами и муниципальными властями намечаем пути решения по каждому обращению», – подчеркнул Михаил Дегтярев. Хабаровский фемер Дмитрий Янцевич в 2018 году вместе с семьей взял 8 дальневосточных гектаров. Сейчас есть планы не только по расширению сельскохозяйственного бизнеса, но и по привлечению к работе молодых специалистов. В планах – ресторанный бизнес на собственных продуктов, экологический туризм. «Хочется, чтобы молодежь видела перспективы здесь, а не где-то в другом месте. Им только надо показать, что здесь есть куда развиваться», – поделился Дмитрий Янцевич. Мужчина отметил, что довольно быстро смог записаться на личный прием к главе региона. Ему важно было получить помощь на административном уровне. При содействии правительства региона стало легче находить общий язык с вузами. Тантьяна Александрова из Советской гавани пожаловалась как на личную проблему, трудности с доставкой газовых баллонов, так и озвучила запрос многих сафганцев. Он касается оборудования остановок и обеспечения работы социального такси. Надежда Гетман из Николаевска-на-Амуре сообщила о том, что жители дома на улице Краснофлотской не могут добиться ремонта фасада. Кроме того, необходимо снять вопрос постоянного затопления квартир через крышу во время дождей. Обе женщины пообщались с Михаилом Дегтяревым по видеосвязи. Попасть на личный прием к врио-губернатора граждане могут и очно во время рабочих поездок по районам. К примеру, такая возможность была на прошлой неделе у жителей Ванина и Советской гавани. В числе прочего обсуждалась возможность строительства новой районной больницы в Советской гавани, перспективы расселения аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов. Вся обращения, если не удастся дать ответ сразу, берутся на контроль. В частности, многодетным родителям Сергею и Маргарите Липатовым из Хабаровска помогли перевезти ребенка в детский сад возле дома. В селе имени Полина Осипенко на улице Лесной было восстановлено уличное освещение. В поселке Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора. По поручению главы региона также были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуринского района. В Хабаровске организации инвалидов-колясочников «Симул» оборудовали пандус. Жителям Ракитного помогли организовать ТОС, чтобы в дальнейшем люди подали заявку на грант и смогли отремонтировать пешеходные дорожки. По обращению представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы.